Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Хватит. Скажи Фалучо, что мне так плохо. Я не могу больше. Мне очень плохо. Говорит, что ей плохо, что ей неудобно. Послушай, идиотка, делай то, что мы тебе говорим. Откажешься? Я расскажу Мартину, как ты во всем этом участвовала. Ах так. Мы еще посмотрим, кто кого. Мартин. Ушел. 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 Автор идеи Адриан Суар. Автор сериала Эрнесто Коровски. Ушел. 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 Мартин, ты у реки? Роса и тебе позвонила? Да, я здесь с ней. Передай ей, чтобы рассказала газетчикам, где я. Мартин, мнение врача еще ничего не значит. Это не окончательно. Это не мнение, это диагноз. Даже если это и так, ты должен бороться. Пусть тебя смотрит доктор Сангангурен и его команда. Альфредо. Что? Я уже договорился, он нас ждет. Вот уж чего не хочу делать сейчас, так это бегать по врачам. Возражение не принимается и не раздражай меня. Встретимся через час у доктора Сангангурена. Альфредо. Черт, мое мнение ничего не значит даже для тех, кто на меня работает. Что он говорит? Что мне нужно услышать другое мнение. Что? Что мне нужно проконсультироваться у другого врача. Конечно, я то же самое говорю. Слушайте, у нас живет одна женщина по имени Чола. Ее вылечила знахарка. Честно? Она все перепробовала. Бедняжка. Ее просто замучили запоры. Слушайте дальше. Альфредо, что ты здесь делаешь? Пришел навестить Мартина, но его нет. Росла, где Мартин? Он ушел. И куда же? Понятия не имею. До свидания. Альфредо? Где Мартин? Ты же прекрасно знаешь, где он. Если ты его невеста не знаешь этого... Почему ты вечно против меня? Я не против. Я за Мартина и буду верен ему до конца. До скорого, Россо. Что это вы улыбаетесь? Просто я очень рада, что Мартина окружают любящие его люди. Жизнь – забавная штука. Кто бы мог подумать, что я найду прекрасного лебедя, птицу Феникс в таком болоте? Никакая я не птица, это не болото, это мой дом. Дом и вправду уютный. Я говорил о твоих небесных глазах и о том, что мы вместе побываем в раю. Какие красивые вещи, вы говорите. Ещё бы, ты ещё не знаешь, на что я способен. Послушайте, может вы немного отойдёте, вы, друг мой, торопитесь. Я гонщик, как же мне не торопиться? Что вы делаете? Так, я срезаю на поворотах. Да вы с ума сошли, нет! Хватит же, хотите, чтобы я вам врезала? Нет. Да, да. Соблюдайте дистанцию, пожалуйста. Зачем вы пришли? Ещё одну девушку. Ты её видела? В мире полно девушек. Её зовут Дебора. Ты её знаешь? Она живёт здесь. Нет, тут никакой Деборы. Есть Габи, но она в возрасте и никогда не выходит на улицу. И есть ещё Сюзи, но она переехала в Киаку, потому что ей подвернулась неплохая работа. Что вы трогаете? Вы не вор? Меня всё это не интересует. Ты её знаешь? Я же сказала вам, не знаю. У вас бананы в ушах, а теперь убирайтесь. Нет, любовь моя. Я же попросила соблюдать дистанцию. Давай выпьем фраппе со льдом. Дуйте-ка отсюда! Спите, гонщик, вы ещё и пьяны. В следующий раз. Постой, как тебя зовут? Я приду без тормозной жидкости и тогда... Меня зовут Турченко. Турченко. Ну, поцелуй меня. Да уходите же! Выход показать! Покажи. Вот погоди, приду без тормозной жидкости. Увидишь? Что? Какого чёрта? Спасибо, Турченко. Видела, какой он красавчик. Ты меня спасла. Просто спасла. Я уже подумала, что не смогу тебе помочь. Нет, ты мне очень помогла. Слушай, а у тебя есть эта штука из трав? С вроде как металлической соломинкой? Есть? Мате. Точно, Мате. Не волнуйся, Роса. Нет, я уже был у другого врача. Он сказал, что мне ещё жить и жить. Не знаю. Слушай, я не могу ничего объяснить. Я удивлён, не меньше твоего. Нет, дорогая, я не обманываю тебя. Роса, привет, это милашка. Послушайте, не волнуйтесь. Потому что, если Мартин врёт, я ему покажу. Роса, послушай, я скоро выдвигаюсь в сторону дома. Проследи, чтобы дети сделали уроки. Да, дома поговорим. Пока. А теперь я скажу. Этого урода, который осмотрел вас и сказал, что вы умрёте, убить мало. Нет, он просто мясник. А вдруг вы натворили бы глупости? Но как же доктор мог совершить такую огромную ошибку? Альфредо. Как? Это не ошибка. Мне в голову приходят две версии. Или он сделал это, чтобы ты оставил гонки, или это связано с опеккой над детьми. Они обо всём догадались. Бежим по пожарной лестнице. Стой. Пока это только домыслы. Дай послушать. Но ведь так оно и есть. Вспомните, сколько зла они вам причинили. Думаю, нам пора разобраться со всем этим. Нет, знаешь, что я сделаю? У меня запланирована встреча с Бордуччи. Так что я к нему съезжу, посмотрю, что к чему, и что он мне может сообщить. Этого явно мало. Лучше всего было бы позвонить в полицию. Нет, сделаем так, как говорит Мартин. Надо поговорить с врачом. Да, только надо подумать, как это сделать. Да что тут думать? Поехали? Я с вами. А если Бордуччи будет тупить, я с ним разберусь. Бордуччи не отвечает. Видимо, он на операции. Поехали живо. А то не дай бог Мартин встретиться с ним. Тогда все пропало. Мартин родился, чтобы испортить мне жизнь. Кики, поторопись, заканчивай. Тебя платят за уборку, а не за то, чтобы ты торчал в туалете Мартина. Это просто отвратительно. Будто заново родился. Какая мерзость. Ты прокуришь весь офис, а потом еще скажут, что это я курю. Что, уже и журнальчик спокойно почитать нельзя. Эта работа... Давай-ка кое-что выясним. Я год здесь проработала, пока мне разрешили убираться в этом офисе. А ты уже здесь убираешься. Так что завязывай. Знаешь, почему ты ждала целый год? Потому что ты похожа на воровку. Попридержи язык, это ты вор. Я здесь ничего не украл. Ну, может, стырил пачку майонеза. Хватит, давай убирайся. А я буду следить, чтобы ты все делал как следует. Понятно? Ты проследишь. Да ты даже за черепашкой следить не можешь. Прекращай, а то сейчас вызову охрану. Хочешь посмотреть, как я буду убираться, да? Хочешь? Все, нет сил, больше не могу. А здорово у тебя получилось. Кто бы мог подумать, честное слово. Ужас, правда? Где ты так научился? Где? В тюрьме. Там надо было много убираться. Я же смотрю, как мама убирается. Думаю, так и надо. Да. И я так и сделал. Здорово. А компьютер чистить ты тоже умеешь? Конечно. Сначала венсикайл с аликсикусом. Потому что у экрана есть мембрана, понимаешь? Поэтому сначала надо ее поднять, а потом уже чистить. Тщательно. Ну, не знаю, не знаю. Тебе видней, конечно. Знаешь что? Я пошла. Не буду тебе мешать. Ты сам прекрасно управишься, раз ты такой эксперт. Наконец-то она свалила. Я рожден не для уборки, а для того, чтобы класть ноги на стол. И быть президентом компании, чтобы все были у моих ног. Чтобы отдавать приказание с помощью вот этого пальца. Повысьте зарплату Кике Ферретти в два. Нет, в три раза. Или что там после трех? Четыре. Пять. Или ты прекратишь играться с интеркомом, или я лично приду и укорочу тебе пальцы степлером. Бордучи, в чем дело? Я Мигель Кесада. Ты должен пойти с нами. Куда? В укромное местечко, где нет ни единой живой души. Ни за что. С вами я никуда не пойду. Бордучи, подойди к нам, не дури Бордучи. Ничего не делай. Сюда едет Мартин. Он обо всем узнал. Я же вам говорил, что это безумие. Когда вы получили деньги, это не показалось вам таким уж безумием. Прекрасно тогда платить вдвое больше. Ты получишь вдвое больше ударов по голове. Ну пожалуйста, сюда. Живо. Али Фредо был прав. За ним. Беатрис. Да, Беатрис. Хорошо, Беатрис. Договорились, Беатрис. Минутку, Беатрис. Это моя Беатрис? Да, да. Это ваша Беатрис. Она звонит мне каждые 15 минут. Потому что думает, что вы ей изменяете, сделаете что-нибудь. Сейчас. Хорошо, Беатрис. Нет, больше не могу, потому что идиот пришел. Прекрасно, Беатрис. Боже мой. Какой идиот. Да вы. Она хочет, чтобы между собой мы вас звали идиот. Я прошу, сделайте с ней что-нибудь. А то она шлет мне письма, факсы, донимает меня в чате, пристает ко мне, выслеживает. Я больше так не могу. Я прошу вас. Это все из-за лекарств. Теперь вместо психоза у нее паранойя. Ну так немного лучше. Лучше будет, если вы ее положите в больницу, Альфредо. Привет, Кони. Где Мартин? Его нет. Ушел и неизвестно, когда вернется. Прекрасно, я подожду в кабинете. Мне спешить некуда. Нет, нет, в кабинете убираются. Я сделаю тебе зеленый чай. Энрике. Что ты делаешь? Выключи. Убери ноги со стола и вынь палец изо рта. Тебе же нравятся бизнесмены, которые кладут ноги на стол. Выйди отсюда и не наглей. Вдруг Мартин узнает. Ну и что с того? Почему ты так одет? Тебе нравится? Да, ты похож на санитара. Я лечу от любви. Хочешь вылечить? Уходи, хватит. Нет, я здесь убираюсь. Я уборщик. Такое ощущение, что эта форма сделана из кошачьей шести. У меня все чешется. Я же знаю, тебе нравятся парни, у которых чешется. Что? Ну, дама смотрит, а парень чешется. Работает щеткой. Прекрати. Хочешь, почищу тебя щеткой? Нет. Что? Не начинай, Энрике. А я не начинаю, это все ты. Нет, послушай, ты меня вечно преследуешь. Ты как осьминог, прекрати. А так можно? Нет. Что ты вчера делала? Вчера... Или несколько минут назад? Не знаю. Выйди. Опять ты за свое выйди. Да что такое? Ты на меня набросился, перестань, я серьезно. Давай, иди ко мне. Прекрасно, только посмотрите. Вы бежите, как черепаха. Подожди, стой. Он здесь. Как дела, доктор? Я требую объяснений. Кто вам заплатил, чтобы вы мне солгали? Говорите. Помогите. Он на меня напал, вы же видели. Я ничего не сделал? Да если бы вы не вошли, он бы бог знает, что со мной сделал. Да я ничего не делал. Еще как делал. Ты меня лапал, набросился на меня, вы же видели. Ладно, ты сама-то не больно сопротивлялся. Альфредо, он на меня напал, а ты еще сомневаешься, что я говорю правду? Он просто чудовище. Я ничего не делал? Да, как же. Он настаивал, настаивал. Отстань. Он меня схватил. Схватил. Подержи-ка минуту. И это возьмите, пожалуйста. Нет, нет, не волнуйтесь. Один момент. Сейчас все пройдет. Я побуду здесь, успокоюсь. Никого не зовите, спасибо. Я ничего не делал. Кики, пожалуйста, пойдем со мной. Вы тоже, выйдите отсюда, Альфредо. Скажите мне, кто стоит за всем этим? Скажите, а то всыплю. Это не понадобится. Доктор все расскажет, потому что он не хочет попасть за решетку. Кисадо, я не виновен, клянусь. Ах, не виновен? Да вы просто негодяи. Это из-за детей или из-за гонок? Именно, именно, из-за этого. Это Орландо Мартинес? Не знаю, я никого не видел, клянусь. Они перевели деньги на мой счет и все. Он врет. Клянусь моей семьей. Слушай меня внимательно, я знаю, где ты живешь, так что я натравлю на тебя полицию и тебя посадят. Умоляю. Убирайся. Семьей клянусь. И вы ему поверили? Я узнал, что хотел. Послушай, Дебора, ты не можешь всю жизнь бегать за мной как такса, понятно? Но я же свидетель преступления. Да боже мой, ты должна оставаться в комнате, ясно? У меня свои дела, своя жизнь. Я не могу взять тебя с собой на работу. Ты моя конкурентка. Ты очень красивая. Может, будет лучше в мини-юбке? Нет, будет хуже. Турченко, ну пожалуйста, что? Послушай, ты должна меня выслушать. Мне плохо, я в опасности, понимаешь? Ты меня выручишь. Да тебе всегда плохо, Дебби. Если хочешь, чтобы мы были подругами, то послушай меня внимательно. С твоим Роллу что-то нечисто. Хочешь сказать, он плохо моется? Я хочу сказать, что он подлец. По нему видно. Да ты видела, какой он? Он очень хороший. А глаза? Не придумывай. Да я тебе говорю, у него глаза как крышки от бутылок с газировкой. Разве ты не заметила, что это линзы? Нет, он классный. И потом, знаешь, у Роллу есть одно тайное орудие, я тебе расскажу, потому что... Серьезно? Да, потом, когда он... И наоборот тоже. Да, и потом ты чувствуешь себя изможденной, будто на необитаемом острове, без сил. Совершенно без сил. Клянусь тебе. Правда? Да. Хорош же твой Роллу. Ну давай смени тему, потому что... Роллу... Ладно, проехали. Дело в другом. Ты в опасности, поэтому нам надо что-нибудь придумать. Потому что я не всегда буду рядом, и ты не можешь скрываться всю жизнь. Но я не знаю, что делать. Найти кого-нибудь, кто поможет. Кого? У тебя что, никого нет? Кого-нибудь, подумай. Подожди, дай подумаю. Ладно, не напрягайся. Тогда знаешь, что мы сделаем? Иди домой, закройся в комнате, посмотри телевизор, примерь мою одежду, устрой показ, что хочешь. Когда я вернусь, я тебе помогу. Хорошо, целую. Целую. Пока. Пока. Да. Да, да, я в порядке, все прошло. Вот и расскажи мне, что же все-таки произошло. Альфредо, я уже рассказывала, что произошло, прошу тебя. Не начинай снова. Понятно. То есть он тебя преследует? Конечно. А ты как думаешь? Что я вызывающий себя веду? Нет, дружок. Почему всегда во всем виноваты женщины? Я жертва. Никто не утверждает обратного. Просто я хочу знать, что произошло, чтобы сообщить Мартину. Мартину? Нет. Как нет? Мне необходимо знать, что сделал сеньор Ферретти. Нет, нет, нет. Мы его уволим, и Мартин потребует объяснений. Успокойся, пожалуйста, Альфредо. Не надо ничего говорить Мартину, ему совершенно ни к чему об этом знать. Почему? Ни к чему. Ни к чему и все. Как так? Потому что он очень чувствительный и любит своих сотрудников, понимаешь? Понятно. Не надо ему ничего говорить. Слушай, ты в порядке? Да. Да нет, все в порядке, в порядке, в порядке. Нет, Альфредо, оставь меня. Я полежу на столе Мигеля, и все, все пройдет. Да. Да. Но нет, Кикки, это просто немыслимо. Послушайте, что нам делать? Написать служебную записку, уведомление, отстранить его, вызвать врача? Что? Я не сделал ничего. Я не знаю, что там произошло, но это не должно повториться. Я ничего не делал. Послушай! Скажи спасибо Констанце, она не хочет раздувать скандал. Я поблагодарю ее. И не вздумай даже. С этого момента держись от нее как можно дальше. Ладно, но мне надо закончить работу. Этим займется Кимберли. Мерседес. Да? Отправь его как можно дальше. Очень далеко. Я ничего не делал. Что мне с тобой делать, Кики? Отпусти меня домой, это далеко. Нет, нет, вот что ты сделаешь. Отнеси этот конверт домой к Мартину. Понятно? Держи. Но это же очень далеко. Кики, благодари Богу, что у тебя все еще есть работа. Ладно. Ты очень упрямый. Предупреждаю, я больше этого не потерплю. Дай мне денег на такси, а? Ты не заслужил. Езжай на автобусе или автостопом. В общем, выкручивайся сам. Я скажу тебе кое-что в первый и последний раз. При перроне такого не было. Знаешь что, иди, иди к лифту. Быстро. Раз-два. 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 Не стой в коридоре. Что? Почему вы так смотрите? У меня нос в мороженом. С чем ты заказала? Со спиртным, конечно. Хотите? Нет. Давайте же. Не стесняйтесь. Очень вкусно. Ну? Ну? Нравится? Да. Очень нравится. Ну что, еще? Вы же все его съедите. Может, закажем еще одну для вас? Нет, больше не хочу. Вы даже в лице изменились. Вы сильно испугались сегодня, да? Вам было страшно. Знаешь, мне никогда в жизни не было так страшно. И я рад, что ты так внезапно появилась. Да как же я могла вас бросить в такой момент? Ты всегда будешь рядом со мной, чтобы поддержать. Всегда. Привет, Деби. Да, Марту, это я. Мне очень нужна твоя помощь. В чем дело? Я в опасности, Марту. Меня преследует темная сторона. Кто? Роланда? Да. И Мигель, и Конти. Но почему? Я не могу сказать тебе этого по телефону. Ты в порядке? Нет. Я безумно нервничаю. Поезжай в офис. Там встретимся. Мартин, ты что, ничего не понял? Мне нельзя появляться в офисе. Там Мигель. Езжай ко мне домой. Братик, мы будто на разных языках говорим. Я почти парализована от страха. Я двигаться не могу. Я на грани обморока уже. Ладно, скажи мне, где ты, и я туда приеду. У турчанки? Ничего не говорите. Поехали. Ладно, ладно, Невис, вы очень напряжены. Будьте добры. Лягте на стол. Да? У тебя так лучше получится? Так, так. Хорошо, хорошо, хорошо. Руку назад. Так. И дышим. Я больше не могу, мама. Как дела, Кики? Дышим так, так. Соединили вместе. Глубоко. И еще. Что это ты тут делаешь? Массаж. Да ты просто извращенец. Что это такое? Что на тебя нашло, Кики? Замолчи, мама. Мама. Ты что, не видишь? Он мне помогает. Мне плохо. В комнату, мама. Кики. В комнату. Боже мой. Что ты делаешь? Кому ты лезешь? Чей ты друг, придурок, извращенец? Я тебе сейчас покажу, что такое массаж. Видел? Понял? Еще раз. Вот так. Хватит, Кики. Мы не на ринге. Вот так тебе. В чем дело? Что с тобой? Я тебя покажу. Ты у меня узнаешь. Вот смотри. Заходи. Давай. Я предупреждала, что ваш план провалится, но, естественно, вы же меня не слушали. Потому что все, что я говорю, это чушь. Конечно. Но ты же женщина. Вот, пожалуйста. Ладно, все не так плохо. Бордучи позвонил и сказал, что разговаривал с Мартином. Мартин думает, что все это дело рук Роланда. Бедный парень. Мартин его на куски порвет. Его останки похоронят в спитечном коробке. Я бы не сильно радовалась. Ладно. Самое главное, что мы выкрутились. Чудом, но выкрутились. Это точно. Удача на нашей стороне. Как же бежал этот Бордучи. Боже мой, просто еле тащился. Зато милашка не слась, как угорелая. А милашка тут при чем? Там где Мартин, там милашка. Они как Тимон и Пумба, Тони и Като. Это уж точно. Ох, это мерзкая противная потаскушка. Слушай, меньше говори и больше делай. Потому что если ты не сделаешь то, что от тебя зависит и мы не поторопимся, она может стать синьора Кисада. Еще раз ты это скажешь и я тебя убью, Фалучо. Не кусай руку у тебя кормящую, которая принесет тебе миллионы. Направь весь свой гнев, всю ненависть на милашку. Пора с ней разделаться. Раз и навсегда. Спокойно, что ты имеешь в виду? А ты тоже давай-ка работай, друг. А то нас от их много. Найду себе другого. Спасибо, братик, что приехал. А то я была просто в отчаянии. Хватит. Дебора, давай по порядку, что случилось? Что случилось? Я буду молчать. И я буду молчать. А я и не знал, что вы такие подруги. Да мы с милашкой лучшие подружки. Да, более-менее. Правда она плохо влияет на Кимбрили и меня это очень бесит. Ясно, так что произошло? Ладно, я тебе расскажу, только давай наедине в каком-нибудь укромном месте. Хорошо? Как это мило. То есть подруги подругами, а как секреты рассказывать? Ну ладно, ладно. Нет. Вам нужно побыть наедине. Идите в мою комнату, только смотри, ничего не стащи. Да. Констанция, вот настоящая воровка. Серьезно? Спасибо, милашка. Говори. Давай. А у меня есть один секрет. Ты не умеешь петь, рассказывай, почему тебя преследуют Мигель и Констанца. В общем, из-за того, что я знаю что-то, чего они не знают, а я знаю, они нет, а я да. И что же это? Неважно, но ты должен помочь мне, Марту. Чтобы помочь тебе я должен знать, что это за секрет. Это как-то связано с Роландой? Нет. С Мигелем, с Констанцей, с Розой, с детьми, со мной, что за тайна? Я сейчас сама... Тихо, Турчанка, замолчи! Что такое? Ты же еще не знаешь, что сегодня произошло. А что? Я пришла с Мартином. Ты решила позабавиться с ним здесь по хоккейке на работе? У тебя мысли только об одном. Конечно. А где он? В моей комнате. Но это не то, что ты думаешь, он с Дебби. С Дебби? Тише, пошлячка, она его сестра. Так зачем же вы пришли? Дебора что-то знает, но не может никому рассказать. Но Мартину необходимо это знать. И из-за этого Дебору преследуют Мигель, Констанца и тролль Фаучо. Хотя не уверена, тролль ли он. Он ему расскажет. Ты что-то знаешь? Выкладывай. Твой секрет. Какой секрет? Она видела, как вы с Кики целовались. Она знает, что он тебе не брат. Мартин, все очень непросто. И тебе это очень не понравится. Предупреждаю. Или ты мне рассказываешь, или я ухожу. Не уходи, пожалуйста. Ты мне нужен как судье истины. Так выкладывай. Закажу себе этот и этот. Беатрис? Откуда ты взялась? Ты словно привидение. Я даже тебя не услышала. Ну ладно, извини. Просто я очень за тебя беспокоилась. На звонки не отвечаешь. На письма тоже. Я в порядке, но в чате я тебя заблокировала, потому что ты никак не остановишься. Ты как ненормальная. Я? Да. Ты немного не в себе. Все лезешь и лезешь. Я не могу так работать. Да, да, да. Я понимаю. Прекрасно понимаю, что ты не можешь так работать. Я понимаю. А теперь скажи мне, ты что-нибудь выяснила? Нет, ничего. Я же тебе говорила. Я просто уверена, что это одна из этих. Из девочек? Да, да. Да нет, Беатрис. Вот это со светлыми глазками, я уверена. Мелисса? Да нет. Нет, ей нравятся парни помоложе. Что-то я сомневаюсь. А вот эта, которая рекламирует зубную пасту и всегда ходит вот так. Нет, Беатрис, ни одной из них не нравится твой Альфредо, кроме... Кроме кого? Прости, я убегаю. Быстренько говори, что ты хочешь? Ничего, пусть это останется между нами. А этой, которая кувыркается с моим мужем, скажи, что она у меня на крючке. Если я ее поймаю, я ее убью. Так и скажи ей, убью. Я нашел подходящее оружие. И что? О чем ты? Я знаю, кто займется милашкой. Ладно, Марту, я скажу тебе, только потом не сердись. Говори. Дебби, обед готов. Пойдем, а то не достанется. Нет, сначала она мне все расскажет, чтобы я мог ей помочь, а потом пойдет есть. Нет, холодную поленту есть невозможно. Постойте, что такое полента? Дебби, скажи мне все немедленно. Говори. Считаю до трех. Один... Подожди, подожди, я хочу тебе кое-что показать. Смотри, какая прелесть. Дебби, пусти, турчанка. Нет. Пусти. Что мне делать? Во-первых, нельзя, чтобы он ее догнал. А во-вторых? Беги, глупая. Боже. Помоги мне. Так, Хосе, стой. Положи гитару. Скажи-ка мне, past perfect, глагола... Что, что сказать? Past perfect, прошедшее совершенное время. Какое прошедшее совершенное? Мы выросли на улице. Какое прошедшее совершенное? Ты бредишь? Я не бред, я просто хочу, чтобы ты мне сказал. Неважно. Ты можешь прочитать мне это по-английски? А то я не понимаю. Мэри... 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 Чиримас. Мэри... Чиримас. Мэри... Чиримас. Чиримас. Мэри... Чиримас. В общем, один парень женился на одной девушке и изменил ей с другой. Хватит. Я сама потом тебе прочитаю. Как ты можешь говорить такую ребенку? Нельзя так говорить. Хосе, встряхнись, а то завалишь экзамен. А ты сдашь, что ли? Возьми книгу. Иди, открой. Еще чего, сам открой. Привет, все в порядке? Как делишки? У меня не делишки, сеньор. А вот у меня все плохо. В общем, этот конверт для вас или для Мартина? Ну, я не знаю точно. По-моему, так. Командир Молния! Ты б не помнишь. Я без маски, а она узнала. Ты должен прийти на мой день рождения. Конечно. Моя фанатка номер один. А помнишь песенку? Ну, как же нет? Дай-ка мне брончалку. Давай. Ну-ка. Так. Раз, два, раз, два, три. И… Я должна что-нибудь подписать? Нет, я передал конверт и ухожу Не желаете ли стакан воды, э? Ладно, раз уж я здесь, я бы не отказался от бананового дайкири с ванильным печеньем А поскольку уже вечер, можно было бы и вермута, и ликера, грамм триста Хорошо? Бабуль? Бабуль? Бабушка? Никакая я вам не бабушка, я бабушка моему внуку Вот везуха Да уж, слава богу Конечно А что вы дома? Сидите, среди белой дня Не забудьте закуски к вермуту Вот нахал А вы что делаете? Учим английский Да Вот я знаю песню Satisfaction, раз, два, три, пятнадцать Ну и кадр, просто мастер Вот и ты будешь такой же, когда вырастешь И каков план? Все просто Клин клином вышивают Что-то я не понимаю Выражайся яснее Нет Потому что она здесь Тогда я пошел Тем лучше Бетти? Бетти? Привет, Майкл Как ты? Великолепно Это заметно Ты восхитительна Внешне все в порядке Но внутри все плохо Я немного не в себе Как всегда Что ты имеешь в виду? Что все это просто ужасно Все эти сплетни, о которых ты узнаешь Майкл Что ужасно? Узнать, что человек, которого ты любишь Ковыркается с какой-то девицей Майкл, да о чем ты? Я тебя не понимаю Так ты ничего не знаешь Что? Не знаешь? Прости, у меня вырвалось Нет, нет Забудь, забудь, забудь Нет уж, прости Но я не собираюсь ни о чем забывать Расскажи мне, что ты знаешь, Майкл Не могу Я человек чести Не могу А я нет Мой муж тем более Я знаю, что у него любовница И ты знаешь, кто она Ладно, ладно Но я это не к тому, что Альфредо плохой человек В конце концов, это ничего не знать Еще интрижка В общем, она молодая, красивая У нее божественные ноги Волосы волнами падают на ее грудь В общем, года через два-три он ее забудет Это же все так Мимолетно Майкл Кто это, кобыла? Милашка А этот прием, чтобы, чтобы, в общем, его изобрел Халк Хоган Или как там его Хок Холкан Вот так Что ты делаешь? Вертолет? Нет, нет, не надо Кики, не надо Браво! Тренируйся на моих сестрах Потому что вот это Это все брехня Я на нее не покупаюсь Все это трюки Не верь всему, что видишь Потому что бои без правил Это очень серьезно И я хочу, чтобы вы хорошенько это поняли Потому что Скажем У меня Шрамы по всему телу Я несколько раз ломал себе ногу У меня порезы Вот, смотрите И этот самый глубокий Вот А что произошло? Обжегся утюгом Когда гладил костюм Командир молнии Смешно, да? Не смейся, потому что костюм надо беречь Его нужно гладить каждый день Тони, подойди-ка сюда Иди-иди, давай Кто изобрел этот прием? Который ты сейчас делаешь? Да Халк Хоган Халк Хоган? Блондин с таким лицом А вот этот Бросок Ты в порядке? В порядке Командир молнии Меня научишь Сначала я тебя поцелую Что такое? Коки, как же так? Не стирай этот поцелуй Что такое? Что случилось? Он весь потный Не обязательно это говорить Какая милашка А как говорит Ладно? Иди-ка, поторопи бабулю с вербутом И закусками Давай Давай, давай, иди А почему ты не сходишь? Слушай, а ты не научишь меня паре приемов? А то он немного тормоз Но женщинам Нет, у нее проблема Женщинам нельзя Женщинам? Какие же вы все шовинисты Не правда? Кики, подожди Что такое, Тони? Заблудился? Если бы ты ударил его молотком Ты бы точно его застал врасплох Полежи-ка Прости, ты не думи Впрочем, не важно Мне нужна твоя помощь Подойди, не бойся Больно не будет Я уверена, что она побежала туда Слушай, мне надо бежать Но потом обязательно продолжим Мой телефон 15-5 Пока Вы двое Совершенно не разбираетесь В женщинах Но я лично не жалуюсь Это у него проблемы с девушками Так ведь? Да он болтает Несет всякую ахинею Давай рассказывай В чем проблема? Не держи в себе Выкладывай Давай Но если хочешь плакать Не вздумай Мужчины не плачут Кики Ты хоть раз был у врача? Да, ясно У него все в порядке Да Ты что, контуженный? Проснись Раскрой глаза, парень А то снова в подушку Рыдать будешь Дядя Кики во всем разбирается Друг, да нет у меня проблем С женщинами Проехали, ладно? А с тобой я еще разберусь Знаешь в чем дело, Кики? Просто он сходит с ума По одной девчонке Вот он и бесится Нет Это не так Он дерется Послушай Я тебе Расскажу одну вещь Это как в картах У тебя есть козырь, понимаешь? И ты не можешь Просто вот так Стелиться перед девчонкой Ты сыграешь своим козырем Когда сочтешь Нужным, понятно? Понял, что такое козырь? Да, можно подумать Все девушки у твоих ног Не жалуюсь Но это еще не все У меня есть мешок с оливками Понимаешь? Я иду вдоль реки Бросаю оливки Девушки подплывают Как рыбки Клюют на оливки А потом Когда они вот-вот готовы Выйти из воды Они получают от меня Палкой Которую я держу в другой руке Понимаешь? Очень мило Что за ужас Это рассказываешь детям? Ничего Они сейчас Как раз в том самом возрасте Когда им не повредит Совет Зрелого человека И где это ты видишь Зрелого человека? Позволь спросить Я что-то не вижу Не знаю Слушай, бабу В этом сэндвич Явно не хватает майонеза Еще раз назовешь меня бабулей И я тебя в духовке С картошкой зажарю Ну и ну Видите, какие они женщины? Такие, как он Не груби Не забывай У тебя козырь в руках Привет, Турченко Опять вы Сколько можно повторять? Не знаю я никакой Деборы Давай на ты Во-первых Я не к Дебори Я к тебе Мы К тебе Кто это мы? Розы Еще И я Два слова Шесть Что? Нет, два слова Да, два Два, два Нет, два Не шесть Лаура, ты не должна говорить Говорить нельзя Ну что мы отгадываем? Фильмы? Да, да Ладно Ну и Что? Супершпионы и убийцы с зонтиком Что? Попробуй еще Пилузо какие-то и... Слушай, будешь дурачиться, лучше уходи Но я называю фильмы, которые знаю Я вам не мешаю? Нет Глаза... Глаза убийцы Какого убийца? Какие глаза? Волосатая лапа Лаура, не разговаривай, шестое чувство Угадал, что же ты молчал? Кики, возвращайся-ка ты в офис, хорошо? Ну и ладно Все равно игра идиотская Иди, иди Какие-то ты рисуешь, любишь рисовать Ты много рисуешь? Да, вот это, это, это Это все мои рисунки Много И кто же это? Это Я Брат Сестра Ты пририсовала себе кудряшки? Да нет, это косички А это кто? Это Командир молнии Здорово Только мышц на ноге не хватает Не хватает Это глаза Глазо А это кто? Это Мартина, а это милашка Кто это? Милашка Но как? Что как? Как? Почему ты это нарисовала? Потому что это их свадьба Вот смотри На ком Мартину жениться? На злой колдуне Констанси? Или на милашке? И что? Комната Терраса Уже оплаченная Что? Букет для тебя, Турчанка Я вижу, что это цветы Но вы... То есть ты По-моему, делаешь ошибку У тебя есть парень? Нет У тебя есть девушка Ты встречаешься с Деборой Кисада Ты все-таки ее знаешь Да нет Просто вчера ты сказал мне, что ты гонщик И я как раз увидела статью о тебе В журнале Дони и Пепе Которая живет на углу И прочитала Ладно, все равно с ней все кончено У нее вместо мозгов опилки Все, мы с ней расстались Слушай, что я тебе скажу Роланда, так? Да Так вот Я раз и навсегда запомнила одну вещь Нельзя встречаться с парнем-подруги Понял? Подруги? Ну, не то чтобы подруги Но она такая же, как я Я думаю, она хорошая И не хочу, чтобы она страдала из-за меня Да, но Не обязательно мне все это говорить Я уйду Но я тебя не оставлю Да послушай же ты Уходи и никогда не возвращайся, ясно? И цветы забери Подари их своей маме Или кому там не знаю Турченко, это будет не так-то просто сделать Потому что когда Роланда Мартинесу нравится девушкой От него так просто не отделаешься Я не девушка, я женщина Я не сомневаюсь, честно В тебе столько жизней Вечно вы, мужчина, что-то себе напридумываете Я не придумываю В тебе есть что-то такое, что мне нравится Ты, в общем, прими от меня букет Прошу Послушай, оставь его себе Нет, нет, возьми Эти розы, как ты Они очень красивые Как ты Они пахнут весной, как ты Увидимся Да что же это такое Вечно мне не везет Они вообще-то идут? Нет, вроде стоят Все в порядке? Все хорошо? Да, все прекрасно Потому что ваша жена не звонила мне вот уже 20 минут Хотя меня это очень беспокоит Мы можем сменить тему? Не можем, Альфредо Потому что вы должны, наконец, взять ответственность на себя При таком нервном расстройстве, как у вашей жены Ее даже на улицу выпускать нельзя Она же чокнутая Позвоните ей на мобильник А то у меня, как вам сказать, у меня просто плохое предчувствие Вы меня слушаете или нет, Альфредо? Что? Позвоните ей, сделайте же что-нибудь, в конце концов Кому звонить? Вашей жене, да проснитесь вы Вы что? Если после этого ты перестанешь приставать ко мне Нет, это я пристаю С какой легкостью вы, однако, переворачиваете все с ног на голову Вам бы адвокатом быть Алло Беатрис, где ты? На улице Едешь домой? Я пока не знаю, не уверена Я не уверена Как не уверена? Мы ее упустили Наверное, она поймала такси Если она такая же, как вы, у нее, видимо, ноги устали Ух ты Что? Вы мне купите еще мороженого? Еще одно Я что, толстая? Нет, милашка, что ты? Ну, пожалуйста Какое тебе? Сливочное с фруктами Здесь такого нет А какое есть? С шоколадом, сливками, фисташками А как же сливочное? Беатрис, ты меня слышишь? Прости, любимый, мне пора, у меня дела Послушай Повесила трубку? Пожалуйста, сливочное с фруктами Убийца! Милашка 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 На русский язык фильм озвучен кинокомпанией Селена Интернашнл По заказу телеканала Домашний Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...